Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаете. Мы вместе уже два года любим друг друга, но такое впечатление, что он держит меня в секрете от всех. Думаю, мы пора подумать о том, чтобы познакомить меня со своей семьёй. Когда я с ним и его родители звонят, он лжёт им, говорит, что он с другом или у него есть дела. Мне 19 лет, ему 25, я очень беспокоюсь, потому что думаю, что он никогда не захочет познакомить меня с своей семьёй и просто использует меня. Также было неприятно знать, что у него нет планов на будущее на меня. Ещё есть один вариант, что для него это очень ответственный и серьёзный человек, он не готов для этого. Я не знаю, как точно узнать его планы на будущее, если он не представляет будущее со мной, я хочу уйти от него. Просто не знаю, как это понять, я не скажу ей об этом, потому что будет первый человек с серьёзным отношением с моей стороны. И помогите, пожалуйста, понять и решить эту проблему заранее. Спасибо. Ну, во-первых, кому ей, то есть... Ну, может быть, вы ошиблись, вы хотели написать... Не скажем первый об этом. Ему. Потому что это будет первый человек с серьёзным отношением с моей стороны. Собственно, Анна, ну вы же и хотите, судя по всему, серьёзных отношений. Так почему вы в таком случае не хотите взять за это ответственность? То есть получается немного такой странный момент, что вы хотите серьёзных отношений, но не хотите брать за это ответственность. Отсюда, собственно, вытекает системная проблема. Вы чего-то хотите, но, по вашему мнению, ответственность за это должен нести другой человек. И должен он сам угадывать или обеспечивать вас тем, что вы хотите. Это первое. Второе. У меня есть ощущение, что вы живёте в состоянии незащищённости. То есть вы хотите знать про будущее, про планы молодого человека на себя. Вы хотите уйти, если у него этих планов нет. Такое ощущение, что вы не готовы быть человеком здесь и сейчас. Почему? Потому что вам требуется защищённость. Вы чувствуете себя небезопасно. Связано это может быть только с одним. Доверием себе. Вы себе не доверяете. И возможно, вам это не понравится, но я немножко поставлю под сомнение то, что вы любите молодого человека. Точнее, я допускаю, что вы его любите, но мне кажется, что здесь есть не только любовь. Здесь есть и потребность себя защитить. Вот. Дело в том, что потребность себя защитить с любовью сочетается плохо. Любовь это ведь когда я что-то делаю для человека, а потребность защитить это когда я делаю что-то для себя. И для себя нужно делать, вот только не через других людей, потому что другие люди могут вам дать то, что вы хотите, а могут и не дать. От этого никто не застраховывать. И вот получается, что вы в результате такой своей стратегии оказываетесь в зависимости от молодого человека. Вы сами не заметили, как целиком и полностью отдали всю власть на свою жизнь ему. Вот. И может быть для него это действительно тяжело, что он вот не хочет все это ответственность на себя брать. Потому что, ну, действительно, ответственность за другого человека это, ну, вообще-то ответственность, скажем так, несколько не соизмеримо. Вы выстраиваете изначальные отношения, где вы всю ответственность перекладываете на другого человека за себя. По крайней мере, так получается по вашему тексту. Я понимаю, что текст маленький, я могу ошибаться, вот. Но, исходя из того, что вы написали, а пока это единственность у нас есть, я делаю такой вывод. Могу ошибаться. Вот. Соответственно, работать над доверием, над самооценкой, потому что вам как-то кажется, что вас используют, а ощущение, ну, как бы, чувство, что меня используют, как правило, возникает тогда, когда я делаю что-то, чего не хочу. Вполне вероятно, что в начале отношений вы задали определенную планку. Причем, вы задали определенную планку, скорее всего, сами себе. Эта планка в том, что я делаю для другого. Вы эту планку задали со временем. Со временем. Ситуация вполне может измениться или могла измениться, что является абсолютно нормальным. Вот. То есть, ну, вам могло хотеться делать меньше. Вам могло хотеться делать больше. Вот. Но, скорее всего, вы этого себе не позволяли. Вот. Понимаете, да? Соответственно, у вас появилось чувство, что вы делаете, ну, вас используют. То есть, чего-то делать вы не хотите, например, но заставляете себя это делать. Поэтому это такое вот своего рода насилие. Это своего рода действительно насилие на свободе, которое вы совершаете. Только ответственность за это, опять же, вы возлагаете на мужчину. Понимаете, какая штука. Дальше. Эээ... Вот. Просто подумайте, как это звучит. Я сейчас зачитаю... Эээ... Некоторые... Некоторые части вашего текста. Вот. Я уже её читал, но тем не менее. Было бы неприятно узнать, что у него нет планов на будущее на меня. То есть, у кого-то должны быть планы на будущее на вас. Ну, вы же не вещь, вы не автомобиль, не квартира, не какая-то организация, не дело, чтобы у кого-то на вас были планы. Эээ... Ваши собственные планы на себя. Вот что важно. А их у вас нет. Понимаете? Так? Я не удивлюсь, если вы... Текотеете к... Семье. Понимаете, штука в том, что... Семья... Ну, вообще-то. Да? Эээ... Это... Нормально. То есть, в семье нет ничего плохого. Нет ничего плохого в том, что вы хотите в семье. Но... Эээ... Плохо. Когда... Семья... Начинает... Выполнять... Эээ... Так скажем... Эээ... Функцию... Защита. Когда я... В помощи семьи... Пытаю себя защитить. От чего-то. Здесь... Не так важно, от чего, на самом деле. Просто я хочу... Обратить ваше внимание. На этом. Семья... Это... Эээ... Естественные... Естественная форма... Развития... Отношений... Двух людей. Но двух людей, которые... Знают... Куда они идут. Вы... Извините, но... В ситуации, когда вы хотите, чтобы у кого-то были на вас планы... У меня есть... Эээ... Есть основания... Сомневаться... В том, что вы знаете, куда идут. И в этом случае... Как бы семья не... Заменяла... Не замешала вам... Ваш собственный... Вектор... Развития... Ваш собственный... Вектор... Движения... Куда-то. Тревожность. Понимаете? Вот мой коллега... Эээ... Сказал вам про тревожность. Он прав. У вас... Действительно есть... Тревожность. Но... Вы знаете... Эээ... Гораздо интереснее... На мой взгляд... Эээ... Что... Откуда... Тревожность берётся? Тревожность берётся... Как раз таки... Когда... Я нуждаюсь в защите. Но... Эту защиту... Я пытаюсь... Найти где-то вовне. Вовне этой защиты нет. Ну... То есть... Вы можете её найти... Как... Например... Может быть... Вы нашли эту защиту в молодом человеке. Вот только потом... Вы также будете бояться... Эту защиту потерять. То есть... По сути дела... Вы боитесь... Остаться беззащитной... В результате того... Что потеряет эту защиту. И... Получается... В общем-то... В общем-то... Эээ... Ситуация... На мой взгляд... Весьма... Прискорбная. И... На мой... Опять же... На мой взгляд... Вы... Достойны больше. И... В этом... Смысле... В этом... Смысле... Вы сами... Скорее всего... Не осознаёте того... Насколько вы правы... В том... Что... Вас... Вас... Используют... Только... Вас использует... Не кто-то... Не молодой человек... А... Вы используете сами себя... Эээ... Видите ли... Люди относятся к нам так, как мы относимся к... Эээ... Так, как мы относимся к себе... Если молодой человек вас... Вас... Условно говоря... Скрывает... Что-то в сердце... Значит, вы... Скрываетесь... Что-то в сердце... Значит, вы... Эээ... Чего-то стесняетесь... Значит, вы... Чего-то... Стыдитесь... Понимаете? Вот... И... И... Собственно, всё... Эээ... Когда... Человек... Эээ... Сталкивается... Условно говоря... Эээ... С тем... Что... Ему... Нужно... Полностью... Например... Полностью... Брать... Ответственность... За другого человека... А... Впечатление... У меня... Складывается... Именно такое... Что... Это именно то... Чего вы хотите... Это подавляет... Подавляет довольность... Вот... Поэтому... Я бы... Эээ... Вам... Здесь рекомендовал бы... Поработать со своей жизнью... И... Простроить... Эээ... Свои... Планы... На жизнь... Вне зависимости от того... Чего хочет молодой человек... Вне зависимости от того... Какие планы у него... Потому что... Когда... У кого-то... На... Кого-то... Есть... Планы... То... Такой человек... Становится... Несамостоятельным... А... Если вы не хотите быть самостоятельным... Я могу... Я могу... Такое... Эээ... Предположить... Если вы... Готовы... Быть... Несамосто... Несамостоятельным... То... У этого есть... Твоя цена... Пл... Если угодно... Плата... И... Платить... Эээ... Платить за это... Вы будете... Вот этим... Постоянным... Ожиданием... И... Постоянной... Эээ... Ну... Постоянной тревогой... Гру... Эээ... Грубо говоря... Вот... Вам... Это не нравится... Вы хотите определённости... Но... Эээ... Сами... Как будто бы... Для... Этой... Определённости... Своей... Не делайте... Не делайте... Ничего... Дело доходит до... До... Того... Что вы говорите... Я не буду делать первый шаг... В серьёзном отношении... Хотя... Именно этого... Вы и хотите... Вот... Ещё... Один... На мой... Ээ... Взгляд... Интересный момент... Вы говорите... Вы говорите... Мы любим друг друга... Эээ... Что значит любовь... Любовь... Что значит любить... 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 Это значит принимать человека... Безусловно... Но... Есть важный аспект... Вы свободны в любви... Тогда... И только тогда... Когда вы свободны принимать человека... И когда вы свободны... Не принимать что-то в человеке... Вот... Допустим... Вы не принимаете то, что на вас скрывает... Допустим... Вам неприятно, что... Человек вас... Ни о ком... Ну... Не рассказывает... Никому... О вас... Это... ВАШЕ переживание... Это... ВАШЕ ЧУВСТВО... Сейчас... Не так важно... Откуда... Оно... Берётся... Сейчас... Не так важно... Почему оно появляется... Важнее то... Что это чувство... Есть... И его необходимо... Выражать... Говорить об этом... Показывать молодому человеку, что... У ВАС... У ВАС... Несколько... Другие... Ценности... У вас несколько... Иная позиция... У вас несколько... Иные приоритеты... Так вообще-то... С вами нельзя... Как... Как реагируете... Вы... А не боитесь ли вы... Случайно... Своего... Молодого человека потерять... Не боитесь ли вы... Того... Что... А... Если вдруг... Вы скажете... То... Что вас... Например... Не устраивает... То... Что... Вам... Не нравится... Вот... Не боитесь ли вы... Что молодой человек уйдет... Вы говорите... Если я узнаю... Что у него нет планов на будущее... Я уйду... И... Иными словами... Будущее... Вы ставите выше любви... Вы... Уйдете... От того... Кого любите... Потому что нет... Будущего... Понимаете... Это ведь не случайно... Что вы... Так много внимания... Уделяете... Будущему... А... Будущим... Думаю... Те... Кто... Пытается контролировать... А... Контролировать... Пытаются... Те... Кто... Хочет... Быть сильнее... Чем они есть... А... Я хочу... Быть сильнее... Чем я есть... Тогда... Когда... Чувствую себя... Незащищенным... Мне нужна сила... Именно для того... Чтобы... Приблизиться... К чувству... Защищенности... Но... Проблема заключается в том... Что... Сила не дает... Защищенности... От слова совсем... Сила дает... Контроль... Дает... Иллюзию... Защищенности... К сожалению... Не более... Того... Ламать нужно принять... Ну и конечно же... Говорить о любви... говорить о любви в такой ситуации на мой взгляд неуместно потому что там где есть контроль любви нет ну для нее понимаете просто не остается времени для нее просто понимаете не остается ресурсов для нее понимаете просто не остается места как бы это печально не звучало вот подумайте подумайте обо всем этом подумайте о том какие у вас чувства к молодому человеку не путаете ли вы эти чувства с любовью подумайте о том чего вам хочется для молодого человека подумайте обо всем этом подумайте делаю ли я делаю ли я делаю ли я делаю ли я разграничение то есть разграничиваю ли я то что хочу хочу для себя и то что хочу для молодого человека это важно это очень важно это очень важный момент если если этому вы не уделяете своего внимания то вы конечно же будете путаться и путаться вы будете на мой взгляд постоянно это в лучшем случае вы будете постоянно в тревоге в самом плохом варианте вам будет очень сложно выстраивать взаимоотношения с людьми можно подумать что я вас сейчас пугаю нет я вас сейчас не пугаю у меня нет такой цели вас пугать я хочу обрисовать вам полную картинку того что происходит чтобы постарались ее увидеть чтобы постарались ее понять конечно решать вам и никто и в том числе мы не хотим никак влиять на то как вы будете жить дальше но если вы говорите как решить эту проблему то мы говорим об этом может быть это не совсем то что вы хотели бы это вы хотели бы чего-то другого я более чем уверен что вы хотели бы решить эту проблему так чтобы сохранить свой статус кого я уверен но так я уверен и знаю то что это невозможно это невозможно сделать как бы вы не хотели поэтому если вы хотите решать проблему то власть над своей жизнью вам нужно брать свои руки свои а не в шипе посмотрим конечно что для этого еще нужно поработать может быть с вашими с вашей самооценкой может быть поработать с вашими страхами может быть сделать что-то еще сейчас я этого не знаю но тем не менее в любом случае что-то придется сделать поэтому вы спросите себя готовы ли вы меняться потому что отношения выстраивают два человека и что-то происходит вы внесли свой вы внесли свой вклад так или иначе понимаете это не только молодой человек все сделал это он сделал все в том числе благодаря вам и понимаете какая штука в этом смысле такая ваша пассивная позиция она с одной стороны дает определенные плюсы но с другой стороны она дает им минусы и благодаря плюсам вы находитесь в таких отношениях благодаря плюсам вы остаетесь в них но благодаря минусам вы сейчас здесь задаете свой вопрос и мне кажется что вам нужно сделать этот выбор я прекрасно понимаю что вам этот выбор сделать может быть непросто поэтому вы не обязаны делать его одна и вы не обязаны быть одной в этом выборе в своем выборе в своем выборе вы можете быть с психологом вы можете заручиться что называется нашей поддержкой если угодно и мы вам с большим удовольствием поможем но хочу сказать хочу сказать крайне важный момент что решаете вы как и что будет в вашей жизни происходить самостоятельно за вас никто не решает понимаете да поэтому это я не хочу сейчас может быть прозвучать как-то пафосно немного но это и есть взрослая жизнь жизнь где вы сами принимаете решения относительно своей жизни а не ждете пока кто-то примет это решение за вас ведь решения которые могут принять за вас оно вообще-то может вам и не понравится что если у молодого человека есть план еще через три года например сделать вам предложение три года вы будете вы будете ждать вы понимаете то есть вот помимо того что на самом деле вам действительно нужно учиться выстраивать коммуникацию с молодым человеком учиться обсуждать и разговаривать о многих вещах прямо помимо помимо этого решение которое вы узнаете вам может не понравится но сейчас об этом вы даже не думаете вы даже не думаете о том что решение вам может не понравится вам нужно любое решение вот так примерно накапливаются обиды у людей вот так примерно люди копят ну копят эм так скажем эм ну негатив скажем так а ну себя ну вот потому что человек все время чего-то ждет человек все время чего-то ошибает человек все время на что-то надеется сам для этого мало что делает и по итогу по итогу по итогу по итогу страдает и вы конечно можете мне не верить это 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 ваше право но я не хочу чтобы вы страдали я хотел бы чтобы в этом смысле у вас все было хорошо и вам вам можно вам можно помочь вам можно помочь мне не кажется это чем-то очень очень сложным вам можно помочь но вопрос здесь заключается в том хотите ли вы чтобы мы вам помогли или вы просто хотите сиюминутно решить вот эту проблему которая сволочь такая ну внезапно возникла вот такой такой ответ я могу вам предложить сейчас с точки с точки зрения психологии с точки зрения психотерапии с точки зрения своих ценностей с точки зрения своего опыта который у меня есть и готов вам предложить и помощь если 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 ваш молодой человек образно говоря согласен с тем что есть проблемы у вас то можно и вместе с ним вам обратиться за консультацией в этом нет ничего такого плохого в этом нет ничего аномального в этом нет ничего страшного глупого безумного может быть если вы узнаете человека получше вы будете так скажем иначе реагировать на на то что он говорит на то что он делает то есть задача здесь достаточно достаточно простая для начала это сделать так чтобы вы друг друга узнали и чтобы вы друг другу узнали получше вот если вы этого не боитесь если вы готовы и к этому вот если вы готовы узнавать друг друга то обращайтесь за помощью уже вместе мы будем рады оказать вам помощь настолько насколько это возможно вот поможем 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 скорректировать как бы ваше взаимодействие поможем скорректировать ваше общение поможем убедиться в том что вы ну движетесь в одном направлении что у вас например например ну похожие ценности что у вас похожие так скажем цели стремление что у вас похожие цели вот все это возможно но есть есть и конечно же риск а какой может быть риск риск такой что вы поймете что вы друг другу не подходит вот такой момент тоже может быть и если к такому моменту вы готовы тоже готовы к риску да обращайтесь за помощью и с огромным с огромным удовольствием мы мы поможем вам с решением ваших проблем я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу это 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 позволит вам начать над собой работу вот все таки в первую в первую очередь вам нужно поработать над собой и уже потом решать что делать в отношениях вот сформировать свою позицию как я и сказал вот поэтому я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу вот желаю вам удачи желаю вам всего самого доброго вы большая молодец что ну заговорили об этом вы большая молодец что начали эту тему осталось только теперь как мне как мне кажется сделать следующий шаг шаг следующий шаг будет проще хотя бы потому что вы уже не будете одно одно вот хотя бы поэтому следующий шаг для вас будет проще удачи вам обращайтесь 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 обращайтесь